Казалось бы, что может быть проще изготовления обычной тротуарной плитки? Знай себе, замешивай цемент с песком, да заполняй формочки. Видимая простота поначалу даже смутила Владимира, поскольку молодому предприятию трудно выжить там, где конкуренция крайне высока. Когда начали работать, я думал, что у нас на рынке так много производителей представлено, все как бы делают по разному плитку, кто-то из ПГС, кто-то из песка, и все, соответственно, разные технологии применяют немножко. Но все равно это общее целое у всех присутствует. И когда начинали этим заниматься, я думал, что рынок переполнен, и работать не получится, и будем работать себе в убыток. На самом деле оказалось, что в сезон хватает работы для всех, и просто-напросто даже не успеваем справиться с объемами. Чтобы выжить на рынке, необходимо делать не просто качественный товар. Он должен быть на порядок лучше. Для этого не стоит экономить на составляющих. Это обязательно цемент высшего качества, то есть минимум марка 500. То есть это применение определенных пластификаторов, пластифицирующих добавок, которые улучшают качество цемента, ну, и качество готовой продукции. То есть ускоряют реакцию, как бы удаляют соли лишние. То есть все то, что может в дальнейшем влиять на эксплуатационные качества плитки. Найти нужный цемент в нашей области Владимир не смог. Пришлось ехать за ним в соседний регион. Зато идея добавлять в раствор некоторые пластификаторы пришлась как раз кстати. Благодаря такому решению плитка получилась в разы крепче и долговечнее. Если это пешеходная зона, то срок службы, ну, наверное, минимум лет 30, я думаю. А потом, если это какая-то проезжая часть или еще что-то, ну, соответственно, здесь износ выше. Ну, я думаю, от 3 до 10 лет это при максимальной нагрузке. Это такие вот эксплуатационные качества. А так гарантию на саму продукцию мы даем год. Естественно, если в течение года с плиткой что-то происходит, мы ее заменим можем. Но если, как бы, она, соответственно, ничего себе не произошло, то она, естественно, стоит и только радует покупателя. С наступлением весны в цех пришла и работа. Заказы посыпались, как из рога изобилия. Плитку заказывают для дачных дорожек, городских улиц и многого другого. В сезон максимум работы до 10 человек. Ну, сам технологический процесс так устроен, что мы максимум людей берем. Ну, мы, как правило, в случае большого количества заказов, мы просто разбиваем на, ну, как бы, первую смену, на вторую смену. То есть, тем самым, ну, максимизируем, так скажем, издержки все наши. Конкуренции фирма Владимира не боится. Работы хватит на всех, считает предприниматель. Главное, чтобы заказы были. Максим Стародомов, Дмитрий Примачек. Итоги недели. Продолжение следует.